Ну, я думаю, что, наверное, и болельщики, и все видели, что первый тайм полностью провалили. Была бы моя воля, поменял бы всех 11 человек. Была бы моя воля. Это безобразие. Так относиться к своей работе, будем принимать, конечно, меры. Так нельзя играть. Второй тайм, я всегда им говорю, второй тайм, хоть более-менее что-то задвигались. Непонятно, в чем. Наверное, все-таки надо было, наверное, брать игроков в черкассы основных, наверное. Может, моя вина, ну, здесь тоже дать перебивку некоторым игрокам. Наверное, может, это где-то что-то повлияло, может. Будем разбираться, что говорить, что провалили, понятно. Назовите, кого поставить. Назовите. Назовите, кого поставить. Я бы рад. Назовите. Нечего назвать, правильно? Это проблема, это проблема. Уже шукатый не мышь? Не, ну, понятно, почему мы, исходя, что у нас есть, мы оптимальный вариант ищем. А что с Павловым? У него голеностоп, он в Черкассе голеностоп, он только по кругу начал бегать сейчас. Повредил голеностоп. Был бы Павла, конечно, можно было поставить, и Павла вдвоем. Собочич тоже почти не тренировался. У меня была безвыходная ситуация. Собочич не тренировался, он только тренируется как два дня. Поэтому он где-то не готов. Тоже был голеностоп очень сильный. Такой голеностоп был. Два дня как в общую группу пошел. Поэтому проблемы были, конечно, перед этой игрой. Но все равно это не правда. Так можно же проиграть игру. Нет вопросов, можно проиграть. Но! Не было же огня в глазах. Не было же огня в глазах. Вот это самое главное. Второй тайм, вроде бы что-то задвигались, вроде такие моменты были. Там это, да, не забили, бывает такое. Больше ничего сказать.